Здравствуйте! Сегодня моя альпийская фиалка дошла из Москвы до славного города Магадана. Дошла она почтой, дошла она в полной сохранности и всего за 4 дня. И в этом видео оно будет ретроспективное. Я расскажу, как на прошлой неделе, всего несколько дней назад, я запаковывала вот примерно такой же горшочек с альпийской фиалкой. Запаковывала альбуку и они у меня отправились к новым хозяйкам. Покажу, как же запаковать, что я делаю, чтобы доходили они в полной сохранности. Здравствуйте! На ютубе очень популярное видео про распаковку посылок. А сегодня я покажу наоборот, запаковку. Поедут к другим хозяевам. У меня альпийская фиалка и в другое место поедет альбука спиралис. Оба этих растения у меня уже путешествовали. Самое дальнее расстояние было у альпийской фиалки. Она благополучно доехала аж во Владивосток. Даже несмотря на то, что шла она аж три недели свой метод упаковки, я могу считать надежным. Он уже опробован и на дальних, и на ближних расстояниях. И это работает. Значит, теперь я могу обо всем этом рассказать и показать. Так, убираю свои бирочки из горшков. Для отсылки я выбираю альпийскую фиалку с одной точкой роста, потому что именно так удобно ее упаковывать. Потому что если бы было их много, точек роста, то я не смогла бы вот так вот закрыть землю. Очень важный момент. Когда я отправляю, земля, растение, она не слишком влажная. Она, конечно, не сухая, но мокрую я ее не делаю. Это важно, потому что гораздо страшнее, чем пересыхание. Это когда она будет гораздо страшнее, если она загниет. Пересыхать же она не будет. Позже мы узнаем почему. Я закрываю землю чистой бумагой. Можно побольше. Цветок я обрывать не буду, потому что опыт показывает, что на ближние расстояния и с цветком все хорошо доходит. Первый этап это бумагой. А потом я использую вот такую вот синтепоновую тряпочку. Это хозяйственные салфетки, такие из нетканого материала. Они продаются во всех магазинах. Их выпускает много производителей. Так что это небольшой секрет. Теперь вот берем салфетку. Так, заматываем под горшком. Здесь завязываем. И получается, что она вот так розеточку нашу прикрывает. И здесь. Завязали вот так. Теперь еще одна салфетка. Тянущейся стороной вот так. И опять фиксируем под уже вторую часть горшка. Накрываем. Фиксируем под бортиком горшка. Не слишком туго, потому что у нас должна остаться жива розетка. Ничего здесь не должно поломаться. Но фиксируем еще раз. И проложим между листьями. Салфетка эта легко рвется на полоски. Вот здесь вот все. Можно тут без фанатизма. Ну, чтобы у нас не высыпалась земля из горшка между листьев. Все вот так вот аккуратненько туда подсовываем. Это этап 1. Теперь следующий этап это малярный скотч. Малярным скотчем все это дело мы надежно закрепляем. Проклеиваем. чтобы все держалось, крепилось хорошо, как можно лучше. Хорошо проклеили все. Держим вниз. и смотрим, даже если она у нас оказывается верх ногами, ничего из нее не сыпется. И дополнительно я фиксирую все скотчем обычным. Я беру вот такой цветной скотч, просто потому что вот из тех, что я покупала, скотч прозрачный, он какой-то он более рыхлый, а вот этот скотч, он прям хороший. Немножечко фиксируем, чтобы было уж совсем все надежно. Так, это еще не все. Будет следующий этап, но пока что такую же операцию я проделаю для альбуки. С альбукой все чуть-чуть проще, потому что, ну, во-первых, у нее точно одна точка роста, здесь очень легко все зафиксировать. И альбука это суккулент, и уж тут точно не надо беспокоиться о пересыхании. Скорее, здесь надо беспокоиться о сохранности листьев, потому что они достаточно хрупкие. Бумажечку сюда, здесь все хорошо держится. и у нас, чтобы не высыпалась земля. Земля у нас насыпалась, но насыпалась она со дна. Насыпалась она из прорезей на дне. Зафиксируем еще и в пакетик. Чуть-чуть сыплется, чуть-чуть сыплется. Закладываем сюда аккуратно. Листья хрупкие. Вот у альбуки конечно они даже если совсем все листья отломать, они все равно отрастут. Но когда кому-то посылаешь, человек конечно же хочет. Не то, что когда-то отрастет, а то, что уже есть. Поэтому листья стараюсь сохранить как можно лучше. Теперь берем вот такую пленку. Пленка она продается в строительных магазинах. В принципе никакого секрета не представляет. хороша тем, что она предохраняет растения от всех температурных скачков. Она изолирует от воздуха и у нас не пересыхает растение. Все остается как оно есть. то, что у растения не будет доступа воздуха, это практика показывает, что это не важно. Важно, чтобы оно не засохло. И вот теперь мы вот в такой рулон скатываю вот такой рулон. Рулон этот получается такой плотненький, плотный, упругий. Вот он не ломается. Рулон скатан и теперь надо все это профиксировать. Тут этот шов. Так, все, теперь можно немножко расслабить хватку. Не фиксируем. Листья вот. Листья вот там где-то. Сейчас я вот так заклею и там будет до них некоторое расстояние. Здесь я сейчас сделаю вот такой надрезик и заверну, чтобы горшок сам вот этот вот контейнер можно было профиксировать как можно плотнее, чтобы он внутри этого рулона не перемещалось растение. здесь вот оно уже не перемещается, но на самом деле я перестраховываюсь и немножко собираю вот тут, чтобы фиксация была за верхней частью горшка, там где уже его край. Немножко вот так плотненько. Плотненько чуть-чуть мы вот так подсобрали. Достаточно чуть-чуть, потому что горшок в общем-то там не тяжелый и под тяжестью он не будет, не будет. Вот он спокойно я переворачиваю и прекрасно он себе там существует. Теперь запаковываем и верхнюю часть. Все фиксируем как можно более надежно. Дно нам надо как-то подвернуть, чтобы тоже все тут было дно. Теперь у нас фиксация прям супер. Бояться, что растение там задохнется не надо на любые расстояния. Даже 20 дней шло и ничего не произошло. На самом деле это для меня не новость, что без воздуха они живут хорошо, потому что я оставляю во время отъезда в закрытых пластиковых боксах и взрослые цветущие растения и ничего такого с ними не происходит в течение 20 дней. Это проверено неоднократно. хорошенько хорошенько донышко еще раз. Теперь у нас все это надежно упаковано. Вот здесь вот профиксировано. Горшок там даже если мы потрясем, он никак не перемещается. все проклеено. Это готово к отправке. Теперь проделываем ту же операцию с нашей альпийской фиалочкой. ПОДПИШИСЬ! Все надежно, все плотно, все можно переворачивать, ничего там плохого не происходит. Кладем в пакетик. Кладу я обычно еще сопроводительный листок по уходу, потому что в интернете конечно все есть, у меня много видео, но всегда хорошо иметь еще и краткую памятку по уходу. для альпийки. А здесь я положу еще в подарок чуть-чуть семян. Мне совсем интересно попробовать, как она растится из семян. Все, теперь мы готовы идти на почту и растения поедут к своим новым хозяйкам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Вопросы ваши всегда наводят меня на новые мысли, поэтому буду очень им рада. До новых встреч! Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok